Продолжение следует... Помню две задачи, более-менее помню. Может быть, вы мне подскажете, и тогда, если это интересно, мы посмотрим. Может, с них как раз начнем, чтобы была зацепка. Одна задача там была, по-моему, такая. Дана окружность, хорда, точка на этой окружности, точка на хорде, еще одна окружность, которая внутренним образом касается данной окружности и касается данной прямой в данной на ней точке С. А, Б, С, М. Кажется, в каких-то регионах была такая задача. Нужно было найти радиус этой окружности, если известен радиус большой окружности, сама хорда, и какое-то расстояние, Б, С или А, С. В общем, известно, где эта точка на хорде находится. Ну, основная идея при составлении этих задач состояла в том, чтобы задача имела два решения, чтобы было две таких конфигурации. И, в общем-то, более-менее везде это соблюдалось. Здесь, конечно, имеется в виду, что вот одна окружность, это другая. И, кажется, за одно решение, правильно решенный, за один правильно разобранный случай, ставился балл все-таки. Да, так, кажется, было. Вот. За одно решение, по-моему, два балла. Два балла, да? А, два. Ну, да, в общем-то. А второе, ну, чтобы ребенок не прозевал. Чтобы ребенок не прозевал. А что найти-то? Найти радиус маленькой окружности. А что данного? Дан радиус большой окружности, дана хорда, и известно, где лежит точка С. То есть, то ли Б, С, то ли А, С, дано. То есть, положение точки С задано. Вот. Ну, в общем, задача довольно простая. Из всех задач, которые там были, я знаю три типа задач. Это, наверное, самая простая. Кажется, так предполагалось, что она решается. Линия центров, касающихся, ну, для маленькой окружности, линия центров, касающихся окружности, проходит через их точку касания. Радиус, проведенный в точку касания, перпендикулярен касательный. Ну, и все сводилось к вот такому треугольнику. Вот к такому. Переносили эту сторону сюда. Когда применялась теорема Пифагора к этому треугольнику, получалось линейное уравнение. Х квадрат там, если х это радиус этой окружности, или r маленькая. То тогда все здесь считается. Это r большое минус r. r большое минус r. Это r маленькая, а этот отрезок, это расстояние от центра окружности до хорды. Он находится по теореме Пифагора, например, из этого треугольника, и чему-то хорошему равен. Там как-то подобраны были числа. И затем, зная этот отрезок, это половина хорды минус данный отрезок. Значит, известно это. Известно это как сумма r маленького и этого отрезка, найденного из вот этого прямоугольного треугольника. Теорема Пифагора для прямоугольного треугольника, и все получалось. Точно так же здесь. Два решения. Вот в московском регионе была более сложная задача, которая основывалась на таком факте. Если окружность вписана в треугольник, то расстояние от вершины, допустим, треугольника АВС, то расстояние от вершины А до точки касания со стороны АВ равно разности полупериметра и противоположной стороны. То есть, если это АВ маленькое полупериметр, то это ПВ минус А. Вот такой известный факт, на котором очень много задач вступительного экзамена в университет были основаны. Ну и сейчас постоянно этим считается, что школьник, ну, из профильного класса, конечно, должен это знать. Должен это знать. Но кроме этого он еще много чего должен знать из такой же конфигурации, что если провести еще и в невписанную окружность, то тогда вот это расстояние, это просто полупериметр. Что вот эти два отрезка равны, вот эти два отрезка равны, и что отрезок общий внутренний, то есть ВС равняется вот этому отрезку, вот это, вот этому. Вот. Ну, в нашей задаче только это. Кажется, задача была такая. Дан треугольник АВС, и на прямой, и написано именно на прямой, опять ловушка такая, на прямой ВС, взята точка Д, которая делит этот отрезок. Скажем, отношение ВД к ДС там чему-то равно известно. И нужно было найти расстояние между точками касания окружности, вписанных в треугольнике АВД и АДС со стороной общей АД. Вот что-то такое. Найти вот это МН. Ну, точка может делить внутренним образом отрезок, может быть делить внешним, отсюда и возникает два решения. Вот это ловушка такая. Теперь само решение. Ну, воспользуемся дважды фактом, который на предыдущей странице был. То есть АМ — это расстояние от вершины до точки касания со стороны АД окружности, вписанной в треугольник АВД. А значит, это полупериметр минус противоположная сторона. Кстати, все стороны треугольника даны и дано отношение. То есть все отрезки известны. Значит, полупериметр этого треугольника вычесть ВД, а этот отрезок, полупериметр этого треугольника вычесть СД. Ну, эту разность нужно взять по модулю, потому что мы не знаем, как располагаются точки. Может быть, наоборот, АН больше. Поэтому модуль разности считается. Все там уничтожается, складывается, и вдруг получается ответ. В первом случае, во втором. Вот. Это было где-то здесь. В Москве, по крайней мере, была такая задача. Еще была одна задача, третья. Условия, которые я не знаю. Помню только, что основано это было на том, что если провести бисектрису в параллелограмме, то тогда отсекается равноведренный треугольник. Вот с этим. Ну, там тоже какая-то ловушка была. Где-то там пересекается. Там пересекается. А, двух. Вот здесь. Они либо здесь пересекаются, либо вне. А, понятно. Да, понятно. Ну, вот это то, что было в этом году. Этого я не знаю. Этого я не знаю. Вот. Теперь. Как к этому всему готовиться? Ну, вот книжка такая есть, С4. Но она, так в отличие от всех книжек, которые у меня там раньше получались как-то, она отличается тем, что здесь не по темам задачи собраны, а по конфигурациям и методам, вот, ну, в общем, считается, мне так хотелось, чтобы она была приспособлена как раз вот к этому. Правда, в ней разные задачи, и задачи с такими двумя исходами встречаются не очень часто там, конечно. Но, потому что цель здесь была все-таки научить, подготовить ребенка к решению этих задач. Ну, а то, что два исхода, ну, это просто уже всем известно, теперь и специально про это говорить не нужно. Уже ребенок сразу начинает искать, что там бывает. Значит, по каким, какие здесь, здесь 15 разделов. И сейчас я расскажу, как это нумерация. Ну, во-первых, мне казалось, что очень-очень важная вещь, это все, что связано с медианой прямоугольного треугольника, проведенной с вершины прямого угла. То есть прямая теорема и обратная. Что если в треугольнике медиана равна половине стороны, к которой она проведена, то треугольник прямоугольный, что очень просто доказывается, и более сложное доказательство не очень вообще-то простое, это то, что медиана прямоугольного треугольника равна половине гипотенузы. Ну, вот есть такая точка зрения, что именно это самая главная теорема, которую придумал Фалес. Вот это теорема Фалеса. Это я читал у Турчина. Он считает, что именно это, вот это самая главная теорема Фалеса. Что впервые как-то стало известно это от него. Вот, ну, в одну сторону совершенно очевидно, потому что если медиана равна половине стороны, то возникает два равнобедренных треугольника, если этот угол альфа, этот угол альфа, а этот бета и этот бета. А сумма углов треугольника 180 градусов, а значит альфа плюс бета отсюда следует 90 градусов. А вот в обратную сторону, ну, либо достроением до прямоугольника, что, в общем-то, можно рассказать уже после того, как параллелограмм, да, есть, а она возникает гораздо раньше, и достаточно здесь воспользоваться только аксиомой о том, что от данного луча в заданную полуплоскость можно отложить ровно один угол заданной градусной мерой. Тогда в прямоугольном треугольнике с углами острыми альфа и бета, треугольник А, Б, С, от луча СА в полуплоскость, содержащую точку Б, откладывается угол, равный альфа. Вот так. И тогда вот эта точка М, она и окажется серединой, потому что треугольник АМС равнобедренный, поскольку у него два угла равны, вот, а значит, равны отрезки МА и МС. А сумма, это угол бета, я неправильно нарисовал этот угол бета, конечно, но альфа плюс бета в сумме дает 90 градусов, а луч СМ проходит между сторонами угла А, С, Б, поскольку он пересекает отрезок А, Б с концами на сторонах этого угла, а значит, вот этот угол 90 градусов минус альфа, то есть тоже бета. И тогда вот этот треугольник равнобедренный, а значит, его боковые стороны вот эти равны. Вот что и требовалось доказать. Оно лучше, чем достроение до параллелограмма, потому что параллелограмм так по программе значительно позже. Ну, вот и все, что связано с этим. Ну и, наверное, самая красивая задача. Я только не помню, есть ли она там, но она, безусловно, самая красивая. Мне известно из тех, в которых это участвует. Дан треугольник. Ну, я нарисую это поугольник, хотя это совершенно неважно. А просто чертеж получше будет. Дан треугольник А, Б, С. Равнобедренный. В нем проведена бисектриса. А, Д. Да, равнобедренный. А, Б равно Б, С. Равнобедренный треугольник. В нем проведена бисектриса. И через точку Д к бисектрисе проведен перпендикуляр до пересечения в точке М, в точке М, А, С. Вот такая вот картинка. И тогда удивительным образом получается, что отрезок АМ вдвое больше СД, независимо от треугольника. В любом треугольнике равнобедренном это так. Какой отрезок? Отрезок ДС вдвое меньше. Отрезка, сейчас я напишу, СД равно 1,2 АМ. Вот, пожалуй, одна из самых, по крайней мере, одна из самых ярких задач. Но это так. Сейчас еще раз. Дан равнобедренный треугольник А, Б, С. А, Б равно Б, С. А, Д бисектриса. Через точку Д проведена прямая перпендикулярная АД до пересечения с А, С в точке М. Тогда утверждается, что АМ вдвое больше СД. Ну, тоже в разных вариантах эта задача возникает. Я видел ее, пожалуй, даже дважды на вступительном экзамене в университет, на химическом факультете. Там она, там решение было, опубликованное решение было основано на тереме синусов. Ну, это, конечно, мы это делать не будем. Вот. Потом видел еще ее где-то. Еще на каком-то факультете, еще где-то на каких-то олимпиадах, как элемент. Решение. Отметим середину П отрезка АМ. Ну, вот и все. А дальше уже, само собой, все получается. То есть, это самый главный момент. Поставить точку, середину. Ну, тогда мы получаем прямоугольный треугольник, в котором ПД — это медиана, проведенная из вершины прямого угла. Она равна половине АМ. Осталось доказать, что ПД равняется ДЦ. Ну, это тоже более-менее ясно, потому что вот этот угол равен вот этому треугольник равнобедренный, а этот угол равен вот этому, потому что это бисектриса, а значит, вот эти две прямые параллельны, накрест лежащие углы равны, но этот треугольник равнобедренный, значит, этот треугольник равнобедренный, а значит, вот этот отрезок равен вот этому. Вот этот треугольник оказался тоже равнобедренный. Что и требовалось доказать. Ну, и там в разных... Это дано, это найти, или вот это дано, это найти, что-то такое из этого факта получается. Ну вот и хватит на это. Есть еще много всяких красивых задач, связанных именно с этим фактом. Это первая часть. Вторая часть, это второй параграф, посвящен такому дополнительному построению, методу удвоения медианы. То есть на продолжение медианы любого треугольника, скажем, А, В, С, М, откладывается отрезок. На продолжение медианы АМ за точку М откладывается отрезок МД, равный АД. Тогда, если уже к тому времени известен параллелограмм, а там, конечно, в этой книжке задача на повторение все перемешано, поэтому везде можно пользоваться чем угодно. А если не хочется параллелограмм, так равные треугольники возникают. Признаки равенства треугольников здесь достаточны. В общем, получается параллелограмм, и этот отрезок равен вот этому, а значит вот этому. Ну и что-то тут уже можно. Сейчас какой-нибудь пример приведем красивый. Ну, например, хотя здесь, конечно, нет этого. Задача на построение. Построить треугольник по двум сторонам и медиане, проведенной к третьей стороне. В общем, такая задача, не самая уже простая. Как построить с помощью циркуля и линейки треугольник, если есть две стороны и медиана? Ну, анализ. Предположим, задача решена. Удвоим эту медиану, то есть проделаем такое же преобразование, и получим здесь треугольник, в котором одна сторона данная B, вторая A, а медиана 2M. И этот треугольник можно построить по трем сторонам, а потом, зная его, уже продолжить вот так. Или еще. Медиана меньше полусуммы сторон ее заключающих. Ну, действительно, 2M меньше, чем A плюс B. Отсюда M меньше, чем A плюс B пополам. Или всякие задачи на вычисление. Например, известный, там, кажется, такая задача есть. Дан треугольник, у него одна сторона единица, вторая сторона корень из 15, а медиана двойка. А медиана двойка вычислить площадь. Ну, тоже довольно такая стандартная вещь. Удвоим, получим треугольник со сторонами 4 корень из 15 единица. Он прямоугольный, потому что 16 равно единице плюс 15. Значит, этот угол прямой, и площадь этого треугольника равна площади вот этого треугольника. Значит, ответ здесь будет корень из 15 и пополам. Вот. Ну, и так далее. Много таких задач. Дальше. Следующее. Следующее. Это параллелограмм, по-моему. Третий параграф. Это параллелограмм, все, что с ним связано. Конечно, здесь есть обязательно в каком-то месте вот эта задача, о которой мы говорили, что отсекается равнобедренный треугольник. Это где-то обязательно учтено. Вот. Что еще в параллелограмме? Что еще в параллелограмме? Ну, и похоже на это, что вот, что если это бисектриса? Если это бисектриса и эта бисектриса, то этот угол прямой. Угол между бисектрисами внутренних односторонних. Или угол между бисектрисами внешних. Вот этих углов тоже 90 градусов. Так, что там еще такое содержательное, связанное с параллелограммом? Метрические соотношения, да? Сумма квадратов диагонали и параллелограмма равна сумме квадратов всех его четырех сторон. Это теорема, следствие из теоремы косинусов. И всякие задачи, связанные опять-таки с медианой. Вот тут и достроение. Если есть, там, как правило, это угольник равнобедренный, чтобы поменьше считать было. И тогда удваивается эта медиана. И к этому параллелограмму применяется эта теорема. И что-то там получается. Вот, что там. Идем дальше, потому что самое интересное там в конце, конечно. Четвертая часть, кажется, это трапеция. Ну, тут много всяких хитростей. Сегодня мы уже с вами говорили про такие факты. Вот эти два треугольника равновелики. Эти два треугольника равновелики. Дальше, что еще интересного есть в трапеции. Ну, замечательное свойство трапеции, конечно. Точка пересечения диагоналей, точка пересечения продолжений боковых сторон и середина оснований лежат на одной прямой. Такая важная вещь. Дальше, что если в трапеции сумма углов при одном из оснований 90 градусов, то отрезок, соединяющий середина оснований, равен полуразности оснований. Это тоже важная вещь. Тоже часто используется, как доказывается. Ну, можно достроить, конечно, и воспользоваться теоремой о медиане прямоугольного треугольника. Можно просто перенести. Вообще-то, пожалуй, наиболее часто встречающееся вспомогательное построение – это параллельный перенос боковой стороны или диагонали трапеции. Значит, здесь вот так удобно. Тогда окажется, что эти два отрезка равны, а значит и эти два равны. Вот эти два. Вот это параллелограммы, потому что это параллелограммы. Дальше. Эти два отрезка равны, потому что это середина. Значит, равны вот эти два отрезка, а значит, это медиана треугольника. А треугольник прямоугольный, поскольку сумма вот этих двух углов 90 градусов. Она равна, это медиана половине гипотенузы. А гипотенуза равна разности между нижним и верхним основанием. Это важная вещь. Дальше. Ну, конечно, всякие средние величины в трапеции, о чем мы с вами уже говорили сегодня в олимпиадных заданиях, при решении олимпиадных задач, значит, в трапеции. Во-первых, средняя линия, полусумма оснований, средняя арифметическая. Во-вторых, отрезок, который параллельный, отрезок прямой параллельный основанием трапеции и делящий трапецию на две подобных трапеции. Значит, здесь, сейчас я вот так напишу, это А плюс Б пополам. Если это А, а это Б. А это Б. Дальше. Вот этот отрезок, а он обязательно, если нижнее основание больше верхнего, он обязательно выше, потому что, как известно, средняя геометрическая не превосходит среднего арифметического двух неотрицательных чисел. Значит, вот это, когда трапеции подобны, это корень из АБ, выше. Дальше. Отрезок, который проходит через точку пересечения диагоналей параллельно основаниям. Вот этот отрезок. Это так называемая среднегармоническая. То есть, 2АБ разделить на плюс Б. Вот. Физический смысл. Автомобили в одну сторону едут со скоростью А, а в обратную, А километра в час, обратно в Б километра в час. Какова средняя скорость рейса? Так вот это модуль средней скорости, оказывается. Вот это. 2АБ разделить на А плюс Б. Конечно, не средний, а арифметический, потому что разное время затрачивается. Этому посвящен целый раздел в С, С3, С4, я не помню. А, в С12. В B12, там такие задачи. Да. Так, ну и есть еще среднеквадратическая или среднеквадратичная, которая ниже всего. Это отрезок прямой, параллельный основанием трапеции, разбивающий трапецию на две равновеликие трапеции. Это корень из А квадрат плюс Б квадрат пополам. Среднеквадратичный. Вот они так вот располагаются. Самое большое среднеквадратичное. Вот такой вот... А, по-моему, Блинков будет про это рассказывать, поэтому я останавливаюсь. Да, там, наверное, будет это все. Так, ну вот, кажется, про трапецию. Ну, может быть, еще можно добавить вот что. Что если в трапецию провести диагонали, то любая прямая, любой отрезок с концами на боковых сторонах параллельно основанием, из этого отрезка диагонали высекают вот эти вот крайние отрезки равны. На любом уровне эти отрезки равны. Ну, потому что треугольник вот этот маленький подобен этому, а вот этот треугольник подобен вот этому, а коэффициент подобен один и тот же, а значит, и эти отрезки равны. Ну вот, трапеция. Дальше следующий. Следующий забыл. Забыл. А, как находить высоты медианы бисектрис. Да. Сразу все вместе. То есть, такие типичные вычислительные задачи. Ну, во-первых, формулы. Во-первых, конечно, формулы. Для медианы формула. Формула для медианы, которая, кстати, тоже получается достроением до параллелограмма. И, по-моему, если это а, это b, а это c, то медиана это nc, 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 это 1 вторая квадратного корня из 2а квадрат плюс 2b квадрат минус c квадрат. Вот. Ну, можно знать эту формулу, она легко запоминается. Либо знать, как она выводится, и выводится она довольно быстро. Это медиана. Теперь интересно с высотой. Интересно с высотой. Значит, что для высоты? Для высоты? Ну, можно через тригонометрические функции записать. Например, если есть одна сторона, высота к ней проведенная, и вторая сторона, то высоту искомую можно найти, записав синус вот этого угла из вот этого треугольника, из этого. И получится. Или что? Практически то же самое. Двумя способами площадь записать. Чаще всего, конечно, через площадь, если нет ничего такого другого, бросающегося глаза. То площадь. Ну, или вычислить ее по формуле Герона, или еще как-то. Если она есть, и есть сторона, то можно найти высоту, проведенную к этой стороне. В частности, для прямоугольного треугольника, конечно, эта высота равна произведению катетов разделить на гипотенузу. Если это А, это В, а это С, то H равняется B разделить на С. Вот это? Ну, да, ну, можно. Ну, можно, да. Потому что обычно такое стремление найти вот эти отрезочки как-то, и там это... Да, часто очень, да. Бисектриса. Бисектриса. Ну, конечно, есть формулы для бисектрисы. Ну, уж две из них, конечно, нужно знать. Нужно знать, или хотя бы знать, как они выводятся. Это по двум сторонам и углу между ними. Ну, лучше пусть будет гамма. Лучше гамма будет. Тогда бисектриса, вот эта, L, она равна А, В косинус гамма пополам, по-моему, разделить на А плюс Б. А, два А, вот так. На А плюс Б, вот так. То, что методом площадей находится. Находим площадь всего треугольника по формуле 1,2 А на В на синус гамма. С другой стороны, это 1,2 А на L на синус гамма пополам, плюс 1,2 А на L на синус гамма пополам. Получается линейное уравнение относительно L. Синус гамма расписываем как 2 синус гамма пополам на косинус гамма пополам. Синус гамма сокращается. Получается такая формула. Вот, очень полезная. Дальше. Квадрат бисектрисы. Ну, обе формулы, конечно, в обязательный курс не входят. Это понятно. Значит, нужно, если ими пользуются, то их выводить. Ну, тут вообще-то всегда возникает вопрос, что выводить, что не выводить. Если ответ простой. То, что есть в школьном курсе, выводить не нужно. То, чего нет в обязательном школьном курсе, выводить нужно. Но, если не хватает времени, то вопрос этот отпадает. Значит, когда пользуемся этим, как правило, это проходит. У детей есть учитель, который им говорит, они же ему задают вопросы, чем можно пользоваться, чем нельзя. Вот и так им говорят. Да, вот эта формула. L квадрат это AB минус H' B', где H' B' это отрезки третьей стороны, на которые делится эта сторона бисектрисой. Ну, вообще-то не очень простая формула, не очень простые доказательства. Вот из всего того, что я видел, самое простое доказательство, наверное, такое. Хотя и оно уже непростое. Сейчас, сейчас. Да-да, через вспомогательную окружность. Описать окружность и увидеть там два подобных треугольника. Оно такое, самое короткое. Но непростое. Догадаться до этого довольно тяжело, как показывает опыт. Ну, а если есть эта формула, то уже можно вычислить бисектрису по трем сторонам. Потому что если есть три стороны треугольника, то отрезки H' B' легко находятся. Так что эту формулу точно знать не нужно наизусть. Она довольно громоздкая. Правда, есть какие-то ее виды через полупериметр, там как-то можно, чтобы она более-менее компактной была. Но лучше этого не делать. Всегда пользоваться этой формулой, даже для нахождения бисектрисы. Посмотрим или не нужно доказательства? Посмотрим. Сейчас, это секунда. Это секунда. Это А, это Б, это Л, искомая бисектриса, отрезки H' B'. Опишем окружность около треугольника и продолжим бисектрису. Это А, это Б, это С, это Д, а это М. До пересечения с этой окружностью в точке М. Тогда вот такие треугольники подобны. Вот этот и вот этот. Потому что эти два угла равны, поскольку это бисектриса. А вот этот угол равен вот этому, как вписан, опирающийся на одну и ту же дугу. Ну, а значит, и третий угол, вот этот угол, равен вот этому. Теперь этот недостающий кусочек обозначается как-нибудь. Он все равно сейчас уберется. И записывается коэффициент подобия этих двух треугольников. Ну, например, в этом треугольнике возьмем L плюс X. L плюс X лежит против третьего угла, а значит, разделить на B. Вот это коэффициент подобия этой пары. С другой стороны, это А. В левом треугольнике возьмем сторону, лежащую против вот этого угла. А в этом треугольнике против равного ему угла лежит L. Значит, разделить на L. Вот так получается. Перемножаем это. Получается, L квадрат плюс LX равняется AB, откуда L в квадрате равняется AB минус LX. А это и есть AB минус H' B', потому что H' умножить на B' это и есть L умножить на X. Произведение отрезков, пересекающихся хорд. Вот. Иногда полезно... Там, где-то... Это уже закончилось, наверное. Это уже закончилось. А, вот она. Иногда полезно проводить прямую через основание биссектрисы параллельно стороне. Тоже иногда дает очень хороший эффект. Такой способ. Если это биссектриса, то через вот эту точку проводится прямая параллельно одной из сторон. Тогда вот этот треугольник оказывается равнобедренным. Бывают такие задачи, в которых этот угол равен вот этому. А поскольку прямые параллельны, то вот эти углы накрест лежащие, они тоже равны. И тогда вот этот треугольник оказывается равнобедренным. Иногда очень помогает. Вот. Дальше. Это был пятый параграф. Шестой параграф. Шестой параграф. Это отношение отрезков. Да, отношение отрезков. Ну, все, что связано с теоремой Чева и Менелая, содержится здесь, конечно, без упоминания этих теорем. Здесь общий метод. Если освоится, то любую такую задачу, ну, если она там, конечно, не очень сложная, то можно решить метод. Метод вот, в чем состоит проведение, параллельный. Мне кажется, что вот так. Если есть треугольник АВС. Ну, конечно, все, что связано с подобием обычным, все здесь содержится. Нахождение отрезков из подобных треугольников, это понятно. Но вот такой нетривиальный, не совсем тривиальный случай, это когда прямая пересекает две стороны и продолжение третьей. То есть то, что обычно делают с помощью теоремы Менелая. Это А1, это С1, а это В1. Задача такого типа. По двум отношениям вычислить третье. Ну, если обойти в одном направлении, то произведение АС1С1Б умножить на БА1К1С умножить на СБ1Б1А равно единице. Это просто есть теорема Менелая. Вот, можно ли ее и пользоваться? Ну, в принципе, можно, конечно, потому что доказать-то ее очень просто. Буквально одна строчка. А если не хочет ребенок пользоваться, то он должен просто применять тот метод, с помощью которого это доказывается. Методов, конечно, много. Но лучше всего это, конечно, когда мы проводим прямую параллельную А, параллельную БЦ через точку А. Обозначаем эту буквой Т. Возникает две пары подобных треугольников. Вот одна пара, а вот вторая пара. И этого достаточно для того, чтобы найти нужное отношение. И вот этот метод более-менее универсальный. Никаких теорем знать не нужно. Кроме признаков подобия треугольников, ничего здесь нет. Ну, вот и все, что там есть, наверное, самое главное в этом разделе, это вот это. Следующий раздел – это отношение площадей. Это отношение, да, отношение площадей. Что там главное? Ну, есть такие два простеньких утверждения, на которых все, в общем, эти задачи на отношение площадей и основные. Как правило, чаще всего. Это первый факт, что если взять точку на стороне треугольника, то очевидно, что отношение площадей S1 и S2 равно отношению этих отрезков. Потому что этих двух треугольников одна и та же высота и стороны, противолежащие стороны лежат на одной прямой. И второй факт, который следует из этого, это когда прямая пересекает две стороны треугольника или их продолжение в любую сторону. Ну, и так тоже может быть, конечно. И вот так тоже. Это продолжение за эту точку, а это за эту точку. Неважно, это такой универсальный факт. Если отношение здесь M к N, а здесь P к Q, только не перепутать, что площадь этого треугольника, отсеченного, относится к площади всего, как произведение отношений M к N умножить на P к Q. Можно дважды применить вот это, проведя вспомогательный такой отрезок. Или воспользоваться формулой площади треугольника 1, 2, произведение двух сторон на 7 с угла между ними. Ну, и здесь же, кстати, частный случай, когда отношения одинаковые, треугольники подобные. Вот и получается, что отношение площадей подобных треугольников равно квадрату коэффициента подобия. Ну, что... А, ну вот здесь, наверное, нужно... Самая яркая задача, наверное, такая, правда, очень известная, но, тем не менее, очень даже, по-моему, показательная для этого. Найти площадь... Если площадь треугольника равна S, то чему равна площадь треугольника, составленного из его медиан? То есть, кажется, три четверти S. Вот если взять эти три отрезка, то из них можно составить треугольник. Можно. Сейчас мы это увидим. И что его площадь равна трем четвертям площади вот этого треугольника. Делается это так. Удвоим вот этот кусочек медиан. Я не буду обозначение вводить. Удвоим. Тогда... Вот это параллелограмм. Тогда в этом треугольнике стороны... Это две трети одной медианы. Это две трети этой медианы. А этот отрезок равен двум третям третьей медианы. То есть, этот треугольник заштрихованный составлен из двух третей медиан данного треугольника. Это значит, что треугольник, составленный из медиан, подобен этому с коэффициентом 3 вторых. Значит, его площадь равна 9 четвертых площади этого треугольника. А площадь этого треугольника — это две площади вот этого треугольника. А площадь этого — одна шестая S. Значит, получается умножить на одну третью S. И получается три четверти S. Три четверти S. Ну вот. И хватит. Потом... Все, уже забыл. Все, забыл. Сейчас я посмотрю в оглавление. Это была седьмая. Восьмая, касательная к окружности. Ну, здесь... Ну, во-первых, здесь все то, что мы вспомнили вот в этом месте. Нет, не вот в этом. Ну, неважно. Там, где касательная, там, где окружность вписана в треугольник, и какие там отрезки. Вообще, что положено знать школьнику, мне так кажется, по поводу касательной? Во-первых, два определения. Либо касательная — это прямая, которая имеет с окружностью ровно одну общую точку, либо касательная — это прямая, которая проходит через точку, лежащую на окружности, и перпендикулярно радиусу, проведенному в эту точку. Нужно уметь доказывать равносильность этих определений для того, чтобы в каждом случае пользоваться тем, что более подходит к этому. Это, конечно, нужно знать. И некоторые простейшие свойства касательные. Я бы выделил три таких свойства. Первое свойство — то, что отрезки касательных, проведенных из одной точки к окружности, равны. Второе — то, что центр окружности, вписанный в угол, лежит на бисектрисе. И третье — то, что отрезок МО — это серединный перпендикуляр к АБ. Вот этого достаточно для всего остального. Ну, в общем-то, мы уже это все разобрали, что с этим связано, поэтому можно пропустить. Дальше, наверное, касающиеся окружности. Здесь тоже два определения. Да, девятое — касающиеся окружности. Два определения. Две окружности называются... Говорят, что две окружности касаются, если у них ровно одна общая точка. Это одно определение. Второе определение — две различные окружности касаются, если у них есть общая точка и общая касательная, проведенная в этой точке. Доказательство равносильности. Ну, немножко посложнее, чем доказательство равносильности для касательных окружностей. Ну, там симметрия какая-то, нужно, в общем, немножко повозиться. Вот. Ну, и самое главное свойство — это то, что линия центра проходит через точку касания. Вот на всем этом основаны задачи С3, мы сегодня уже видели, и таких задач, я думаю, будет много, связанных именно с этим. Так, что еще с касающимися окружностями? Ну, окружностями, ну, конечно, вычисления. Тут много всяких таких мелких фактиков, которые хорошо было бы знать. Есть ли две окружности, касаются внешним образом. К ним проведены общие внешние касательные. Общие внешние касательные, пусть это будет А, Б, С, Д. Радиус этих окружностей — R, 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 точка O2, точка O1, точка K, точка касания. Тогда отрезок общей внешней касательной, А, B — два корня из R, то есть удвоенность и енегеометрической радиусов. Ну, можно так вывести, провести радиусы в точке касания, получится прямоугольная трапеция, перенести ее в сторону сюда, получится такой вот треугольник, очень важный для всего дальнейшего тоже, в котором это разность радиусов, R минус R, это сумма радиусов, поскольку линия центра проходит через точку касания. Это сумма радиусов, это находится по теремии Пфагора, два корня из R, а значит, это два корня из R. Дальше отрезок общей внутренней касательной, заключенный между двумя внешними, скажем, M, а это N, тоже равен два корня из R, поскольку эти два отрезка равны, касательные из одной точки к окружности, эти два отрезка равны по той же причине. Ну, а значит, этот отрезок половина AB, то есть корень из R. Точно так же это, тоже два корня из R. Углы, углы, вот это прямой угол, угол O1, B, O2. Да, кстати, я забыл сказать, что это просто частный случай того, что мы уже там разбирали, отрезок общей внутренней касательной, заключенный между двумя внешними. Конечно, он равен этому отрезку. Да, теперь угол. Этот прямой, потому что это угол между бисектрисами и смежных углов. Вот этот угол прямой. Дальше. Вот этот угол прямой. Угол А, К, Б. Он тоже прямой, потому что в треугольнике А, Б, К медиана равна половине стороны, которая проведена. Например, так. Ну, или рассмотреть этот четырехугольник. У него есть три прямых угла, значит, и четвертый тоже прямой. Можно было, наоборот, все это сделать. Сначала про углы доказать, а тогда вот это будет высота, проведенная из вершины прямого угла. Средняя геометрическая проекция катетов. Это корень из R, а это, значит, два корня из R. Можно было еще так. Но это вот то, что на поверхности. И, конечно, это нужно знать. Теперь, что не совсем на поверхности. Ну, например, как решается такая задача. Даны две касающиеся окружности. Общее внешнее касательное. И известны расстояния вот эти. Это А, а это Б. Наоборот, на эти радиусы. Ну, если пользоваться всем тем, начинать раскручивать в обратную сторону, пытаться составить уравнение, ну, довольно долго будет. Есть здесь более простой путь. Ну, то, что этот угол прямой, это мы уже знаем. Вот он, этот угол А, К, Б. А теперь поступают так. Ну, обычно говорят, что если есть хорда в окружности, и центр отмечен, то первое, что приходит в голову, опустить перпендикуляр из центра на хорду. Он попадет в середину этой хорды. И тогда возникают подобные треугольники. Ну, вот этот отрезок Б пополам будет. Вот этот угол в сумме с этим дает 90 градусов, а значит, равен вот этому. И тогда вот эти два прямоугольных треугольника подобны. Это корень из А квадрат плюс Б квадрат. Ну, пишем коэффициент подобия, находим неизвестный радиус. Точно так же здесь. Точно так же здесь. Вот такая задача. Тоже уже не самая простая. Дальше. Что еще бывает здесь интересного? Интересное бывает вот, что если есть две, тоже касающиеся внутренним образом окружности, общая внешняя касательная проведена, если соединить точку А с точкой К и продолжить этот отрезок до пересечения со второй окружностью, то тогда оказывается, что вот эти три точки лежат на одной прямой. это диаметр окружности будет, потому что вот этот угол прямой, этот прямой, значит, этот прямой, значит, это диаметр. Эти точки лежат на одной прямой, а значит, отрезок БК, это среднее геометрическое, вот этих двух отрезков, этого и этого. Вот это, это полезно. Еще что здесь такое полезное для вычислений. Гомотетия, конечно, конечно, ну, это все-таки немножко в стороне от того, что в ЕГЭ гомотетия, ну, любые две окружности гомотетичны, причем, если окружности касаются, то один из центров гомотетия, это точка касания. Ну, можно на этом внимании не акцентировать, а нужно вот что, что если, если через точку касания двух окружностей, неважно, как они касаются внешним образом или внутренним, провести такую секущую, общую, что это точка А, а это точка Б, то, например, касательные, проведенные в точках А и Б, параллельны. Ну, если знать гомотетия, это просто факт, ревиальный, конечно. А если не знать, то нужно соединить центры, тогда линия центра проходит через точку касания, и возникает два равнобедренных треугольника. Этот равнобедренный, поскольку это радиус одной окружности, и этот равнобедренный по той же причине. Углы при основании у них равны, как вертикальные. Ну, а значит, вот эти углы тоже равны. А это прямой угол, а это прямой угол, ну, значит, равны. И вот эти углы, накрест лежащие углы, пересечения двух прямых третьей. Значит, прямые параллельны. То же самое будет, если окружности касаются внутренним образом. Ну, даже еще проще, наверное. Вот линия центров, вот линия центров, вот секущая, общая. И вот касательные, вот это и вот это. Они тоже параллельны. Касающиеся окружности, что тут еще можно? Ну, можно много чего здесь находить. И, как правило, все вот эти элементы находятся в одну строчку, хотя это сразу и не видно. Ну, например, как найти расстояние между вот этими двумя, очевидно, параллельными хордами? А, D и B, C. Как найти вот это расстояние? Утверждается, что это тоже одна строчка, одна какая-то, либо тригонометрическая функция какого-то угла, либо подобие. Опустим перпендикуляр сюда. Пусть это H, неизвестная величина H. И рассмотрим вот этот треугольник. В нем известно AB, 2 корня из R. Ну и возвращаемся к нашему старому треугольнику, в котором известно все. Это R-R, это R-R, это R-R, это 2 корня из RR. Ну и они, конечно, подобны, поскольку у них вот эти два угла равны, как углы между, соответственно, сонаправленными лучами. Это прямая параллельно этой, это прямая параллельно этой. Ну, либо записываем подобие, либо что-то же самое, что нам нужно найти. Косинус этого угла. H разделить на 2 корня из RR, это косинус вот этого угла. H разделить на 2 корня из RR. А здесь косинус этого угла, это 2 корня из RR разделить на R плюс R. 2 корня из RR разделить на R плюс R. Откуда получается, что H равняется... H это 4 RR разделить на R плюс R. Вот такой факт. Что еще? Ну, вот любой элемент такого типа. Например, что тут еще можно было бы найти? Например, найти BC. Например, найти BC. Для этого нужно будет, наверное, посмотреть вот на этот треугольник и на этот. Вот у них общий угол, значит, эти два угла равны. И то уже записать тригонометрическую функцию этого угла. Все в одну строчку делается. Такие вот элементы находятся. Что-то я еще здесь интересного не сказал. Вот этот трапец, во-первых, ABCD, это, конечно, равноведренная трапеция. Но в нее еще можно вписать окружность, оказывается. И радиус этой окружности это половина того, что мы нашли. В трапецию ABCD можно вписать окружность, потому что суммы противоположных сторон у нее равны. AB плюс CD это 4 корня из RR. Это 2 корня из RR и это 2 корня из RR. ABC плюс AD равняется удвоенной средней линии MN, кажется, здесь NN. То есть тоже 4 корня из RR. Значит, можно вписать окружность. И вот это радиус этой окружности. В 2 раза меньше высоты ее. Вот. Ну вот. Все. Теперь следующий раздел. Это пересекающиеся окружности. Ну, особенно нового здесь, наверное. Ничего такого нет. Да. Вот в предыдущем разделе эта ловушка, состоящая в которой 2 конфигурации, основана на том, что бывает внешнее касание, бывает внутреннее касание окружности. А в этом разделе пересекающейся окружности такая типичная ловушка состоит в том, что либо центры окружности лежат по одну сторону от общей хорды, либо по разные. Например, вот так. Вот по одну сторону. А там пора... Ой, не попался, да? Вот так. Вот. И... Ну, а дальше, в общем, теорема Пифагора. Больше ничего. Только вот про это помните. Это типичная ловушка здесь. Что здесь интересного есть? Ну, много фактов, связанных с двумя пересекающимися окружности. Ну, кажется, уже перебор во времени. Кто у нас тут начальник? Николай Николаевич. А, здесь. Аня. Можно продолжать, да? Хорошо. Хорошо. Тогда... Тогда что же здесь бывает интересного? Ну, например, вот что. Например, вот что. Вот две пересекающиеся окружности. В общей точке проведем касательную. К одной окружности и касательную к другой окружности. Тогда оказывается... Да, а это общие хорды. Оказывается, вот эти два треугольника подобны. Это, кстати, у меня нехорошо получилось. Это не одна прямая. Сейчас я лучше нарисую другой чертеж. Сейчас постараюсь поаккуратнее. Вот так. Вот одна. Через точку А, пересечение двух окружностей, проведена касательная к одной из них и касательная к другой из них. Вот. Это общая хорда А, В. Тогда пусть это будет точка С, а это точка Д. Тогда, если этот отрезок равен А, а этот отрезок равен В, то отрезок АВ это снова приятный нам корень из АВ, среднегеометрический. Эти треугольники А, В, С и А, Д, В подобны. Вот почему. Вот почему. Вот этот угол. А давайте мы его обозначим буквой Альфа. Альфа это вписанный угол, опирающийся на меньшую дугу В, С. Вот. А, лучше не так. Лучше не так. Это угол между касательной правой окружности хордой. Он равен Альфа. Значит, равен половине вот этой дуги. А значит, поскольку на нее опирается вписанный угол А, Д, В, то это тоже угол равен Альфа. А если этот угол В, то по той же причине и вот этот угол В. Значит, вот эти два треугольника подобны. Ну, записываем коэффициент подобия, получаем вот этот факт. Так, что еще здесь есть интересного? Ну, линия центров, конечно, перпендикулярна общей хорде. Это середины. Линия центров, серединный перпендикуляр к общей хорде. Ну, поскольку эти обе точки равноудалены от концов этого отрезка. А значит, это серединный перпендикуляр. Пропустим. Иначе ничего. Хотелось бы еще что-нибудь посмотреть. На самое интересное, еще не добрались. Теперь окружности, связанные с треугольником и четырехугольником. Это вписанная окружность, в ней вписанная окружность, описанная окружность треугольника. Это окружность, вписанная в четырехугольник, окружность, описанная около четырехугольника. Ну, и все, что вокруг этого. Про вписанную окружность. Да, как искать радиусы? Прежде всего, как искать радиусы? Ну, радиус описанной окружности. Ну, как правило, это теорема синусов, конечно. R равно стороне А разделить на удвоенный синус противолежащего угла. Это самое простое. Это самое простое, что удается сделать. Вот если этот угол Альфа — это сторона А, то радиус описанной окружности равен стороне разделить на удвоенный синус противолежащего угла. Очень редко радиус описанной окружности находят с помощью уравнения, используя то, что центр описанной окружности — точка пересечения середины перпендикуляров. Это крайне редко. Я просто даже не могу придумать такого случая, когда уж нельзя обойтись без этого и нужно так считать. Там, как правило, вычисления довольно громоздкие. Это самое-самое простое. Знать-то всего лишь нужно два элемента — сторону и синус противолежащего угла. Получается радиус описанной окружности. Теперь это же для трапеции, вписанной. Если трапеция вписана в окружность, то она, конечно же, равнобедренная. И радиус окружности, описанный около этой трапеции, ищется. Как правило, так. Проводится диагональ, и тогда окружность описана около трапеции, заодно описана около этого треугольника. А к этому треугольнику применяем теоремы синусов, поскольку все здесь замечательно вычисляется. Потому что если провести высоту... Я забыл про это упомянуть, когда мы про трапецию говорили. Эта высота разбивает основание на отрезки, один из которых полуразность, а второй полусунна. То есть это просто равен средней линии. Ну, тоже известный очень факт. Ну, отсюда находится, например, синус этого угла, как отношение, например, высоты к боковой стороне. Здесь по теореме Пифагора, как правило, находится диагональ. Ну, а теперь это альфа, это а, и находим радиус описанной окружности. Это трапеции. Радиус вписанной окружности в трапецию, например, в трапецию, это... Ну, это половина высоты. Окей, поэтому ничего тут интересного нет. Ну, может быть, только вот что. Что если в трапецию вписана окружность, то есть трапеция описанная в этом случае, то этот угол, конечно, прямой. Этот угол прямой. А радиус окружности — это средний геометрический отрезков, на который точка касания делит боковую сторону. А, поскольку это прямоугольный треугольник, это его высота, проведенная из вершины прямого угла, она средняя геометрическая проекция катетов. Вот и получается, что R равняется корню из АБ. Ну, тоже хороший факт такой. А высота? Ну, а можно было бы, конечно, этого не делать. Можно было бы привести высоту, найти вот этот отрезок и вычислить потерями Пифагора. Эту высоту тоже. Ну, так мне больше нравится. Четырехугольник вписанный. Вписанный четырехугольник. Необходимые достаточные условия того, чтобы около четырехугольника можно было описать окружность суммы противоположных углов 180 градусов. Необходимые достаточные условия описанного четырехугольника. В выпуклый четырехугольник можно вписать окружность тогда и только тогда, когда суммы его противоположных сторон равны. Кстати, не очень просто доказывается обратное утверждение, что есть ли выпуклым. Вот есть такое красивое доказательство. Мне кажется, что Калмогоров впервые его придумал, когда он писал учебник, вот этот 7-9, под его руководством писалось. И там было такое доказательство, такое интересное. Такое стандартное, но не очень хорошее, когда говорят, что впишем окружность в треугольник и докажем, что она касается этой стороны, если суммы противоположных сторон равны. Непонятно, эта точка где она. Здесь, здесь нужно будет. Тоже, конечно, правильное доказательство, но тут довольно много случаев. А вот там было такое изящное доказательство. Ну, если время будет, я потом его покажу. Так, что еще с вписанными и не вписанными окружностями? Формулы для вписанной окружности в треугольник, конечно, самое простое, чаще всего используется. Формула R равняется площадь разделить на полупериметр. А вот для вне вписанных окружностей аналогичная формула такая. R, A равняется тоже площадь, но уже разделить на полупериметр минус A, то есть сторона, которая касается эту окружность. Доказывается точно так же. Если в первом случае мы соединяем центр вписанной окружности с вершинами и складываем вот эти три площади, то в случае внешней, в случае вне вписанной окружности, мы тоже соединяем ее центр с вершинами, и там мы складывали площадь, а здесь две складываются, вот эти, а третья вычитается. И получается площадь этого треугольника и такая формула, из которой следует много тоже всякого интересного, много всего интересного. Например, но это уже немножко в стороне. 1 на R равняется, оказывается, 1 на R, A, плюс 1 на R, B, плюс 1 на R, C. Вот такая, это как кажется, параллельность соединения проводников, что ли? Так, вот, так, случайное совпадение, конечно. И еще одна очень красивая формула, которую, ну, не знаю, где применять, никогда не видел задачи, в которой это было бы полезно. Но факт красивый. Оказывается, площадь треугольника равна корню квадратному из произведения всех четырех радиусов. R на R, A на R, B на R, C. На самом деле, это просто другая форма, формула Герона. Если формула Герона подставить вот это все, то как раз вот это вот красиво и получится. Так, что еще есть интересного с неписанными окружностями? Ну, много интересного, конечно. Есть теорема Мансиона. Такой очень красивый факт, который уже можно использовать, например, при построении треугольников по центрам вне вписанных окружностей. Кажется так. Или, ну, какая-то там комбинация есть еще. Это вот она в чем состоит. Оказывается, что если взять в треугольнике вписанную окружность, вне вписанную и описанную эти три, то описанная окружность делит пополам отрезок с концами в центре вписанной и в центре вне вписанной окружности. Вот это? Нет, не это. Ошибся. Вот это. Вот эта точка, это середина этого отрезка. Такой вот интересный факт есть. Очень просто доказывается. Просто заметить это тяжело. Ну, доказательство очень простое здесь. Так. Это то, что касается всяких окружностей. Дальше. Дальше идут углы. А нет, пропорциональные отрезки в круге. Это теорема касательной секущей, теорема об отрезках, произведении отрезков, пересекающихся хор. Обратная теорема и все, что с ними связано. Такая чисто вычислительная часть. Тут много всего. Следующий раздел – это углы, связанные с окружностью. Ну, тут можно выделить пять видов углов. Пять видов углов. Это первый – центральный угол. Плоский угол совершенно в центре окружности. Центральный угол. Дуга. Градусная мера дуги равна градусной мере соответствующего центрального угла. Ну, всякие тонкости, связанные с определением. Здесь, конечно, можно смело опустить при этом повторение. Хотя тут много всего. Что такое центральный угол? Что такое вписанный угол? Что такое центральный угол, соответствующий вписанному углу? Там очень четко нужно следить за словами. Ну, здесь мы не будем этим заниматься. Так вот, первое – это центральный угол. Второе – это вписанный угол. Третье – это угол между касательной и хордой. Равен половине этой дуги. Вписанный угол тоже половине соответствующей. Градусной меры соответствующей дуги. Это угол между пересекающимися хордами. Это вот этот угол. Полусумма дуг вот этих. Альфа плюс бета пополам. Это четвертое. И между секущими. Это довольно редко встречается, но все-таки встречается иногда. Если это бета, это альфа, то этот угол – бета минус альфа пополам. А это бета плюс альфа пополам. Вот эти пять видов углов в этом разделе, конечно, их нужно хорошо чувствовать, видеть. Дальше. Ну и, пожалуй, самое главное здесь – это метод вспомогательной окружности. Это просто неограниченное поле деятельности. Много красивых задач. Таких задержательных задач. Очень любят на Олимпиадах. Ну и на вступительных экзаменах, конечно. Это тоже. Ну что? Все? Время? Надо отпускать. Я прошу прощения, конечно, не успел. Ну, может быть, у нас будет еще какое-то время тогда. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...